Улица Голубая в Адлерском районе одна из знаковых, так как идет вдоль порта пляжные полосы и вплотную примыкают к курорту Меретинский. Уже в самом начале инспекционного обхода внимание Анатолия Пахомова привлекает самострой. Решение суда о сносе здания не имеется, однако собственник исполнять его не торопится. Вот стоит такой дом, его надо сносить, никто не хочет, поэтому объявляем конкурс на то, что кто желает из застройщиков, строителей снести этот дом, а земля ему перейдет. Для того, чтобы построить нормальный дом, как требует правила землепользоваться. На улице Цветочная бетонный забор, огораживающий канализационную насосную станцию, принадлежащую ему водоканал, разрисован граффити. Забор покрасить, площадку перед въездом забетонировать дает поручение глава города. Чуть дальше замечена старая шиферная крыша одного из частных домов. Необходимо перекрыть, чтобы вписалась в единый архитектурный стиль, требует мэр. Дом номер 14 по улице Луговая Анатолий Пахомов не смог пройти мимо. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Григорий Герасимович Берлев. В преддверии праздника Победы глава города использует любую возможность, чтобы лично побывать в гостях у фронтовиков и прямо на месте решить их насущные вопросы. Григорию Герасимовичу уже 94, но он старается быть бодрым и жизнерадостным. Когда ветерану объяснили, что к нему в гости зашел лично глава города Сочи, сразу не поверил и был приятно удивлен. Главное, чтобы наши победители жили в хороших условиях. Я просто при обходе территории захожу к нашим ветеранам, пользуясь случаем, смотрю, в каких условиях живут, чтобы увидеть самому, если вдруг понадобится какая-то помощь. Спасибо за беспокойство, что вы за нас беспокоитесь. Перед Олимпиадой все эти районы были проведены в идеальный порядок, однако со временем многие домовладельцы и местные бизнесмены запустили свои объекты. Не все наши жители соблюдают, к сожалению, правила санитарного порядка, правила благоустройства, поэтому я сделал несколько замечаний. Естественно, что и санитарная комиссия города, и градостроительная комиссия, и земельная комиссия сейчас вручат всем соответствующие акты. Я думаю, предупредят. Если люди не будут понимать, то будем обращаться в суды, будем штрафовать. Времени на исправление ошибок остается немного. Очередной контрольный визит в этот район мэр пообещал сделать накануне майских праздников.